С момента своего прорыва в 70-х годах Маппеты стали культурным критерием для многих. Никогда не поздно оценить их стиль и способы, которыми они продолжали впечатлять и привлекать взрослую аудиторию, несмотря на заведомо детский формат. И вот, что вы пропустили, когда смотрели это детьми. Оригинальный фильм Маппеты – блестящая и забавная история происхождения, которая по большей части вечно. Тем не менее, он во многом является продуктом своего времени, чему свидетельствует, к примеру, шутка про Хари Кришна. Это религиозное движение, основанное в 1966 году, и, естественно, подходит для движения хиппи. Другими словами, это была идеальная изюминка для комедии 70-х годов. Фильм Маппеты начинается с лягушонка Кермита, который сидит на бревне в болоте и счастливо играет на своем банджо. Его прерывает человек, которого играет Дом де Луис. Он лихорадочно плывет на каноэ и восклицает, что потерял направление. Кермет сразу предлагает... – Ты попробовал Хари Кришна? И с этого начинается сквозная шутка. Вскоре после этого Кермет наблюдает за рутиной медведя Фози и бормочет себе под нос – этот парень потерян. Бармен за ним говорит... И в этот момент Кермет разбивает четвертую стену и озвучивает то, о чем все думают. – Это шаг. Наконец, после долгих часов езды по дороге в Лос-Анджелес, Кермет и Фози останавливаются у обветшалой церкви, чтобы заслуженно отдохнуть. На вывеске написано, «Потерялся? А ты пробовал Хари Кришну?» Что завершает сквозную шутку, соблюдая комедийное правило трех. Взрослые зрители прекрасно поймут, о чем идет речь, а вот дети совершенно не врубятся в религиозный подтекст. С тех пор, как куклы впервые появились в 70-х годах, они рассчитывали на то, что их зрители хотя бы немного были знакомы с произведениями телевидения и кино. И пускай дети тоже могут понять, что скетч Свиньи в космосе является отсылкой на Звездный путь, они с меньшей вероятностью увидят сходство с Затерянными в космосе, особенно если мы говорим о современной аудитории. Тем не менее, даже дети в 70-х, вероятно, не поняли бы, что персонаж Доктора Стрэндж Порка назван в честь фильма Стэнли Кубрика Доктор Стрэндж Лав. Эти отсылки к фильмам и телешоу могут пройти мимо молодых зрителей, но они добавлялись на протяжении десятилетий. На франшизу Чужой тоже ссылались в скетче Свиньи в космосе, где Пеппе Королевская креветка удивляет команду и заглядывает в гости. – Я не знаю, кто ты, брат, но твой рябок – ха-ха-ха. Ты ешь, как пи-ха-ха? Учитывая, что Маппеты стали популярными в 70-х годах, становится понятным, почему в шоу появлялись отсылки на культуру рока и хиппи, в частности, у членов группы Доктор Зубы и Электрический беспредел. В эту разношерстную группу музыкантов входит, например, басист и певец Флойд Пеппер, чье имя является данью уважения британской рок-группе Pink Floyd, а также альбому Beatles Sergeant Papers Lonely Hearts Club Band. Вдобавок ко всему, гитарист и певица Дженнис с ее медлительным голосом, широким ртом, опущенными веками и приспущенными джинсами, является стереотипичным хиппи. – О, вау, ждем, чтобы я расскажу, что парни в группе. И во время их исполнения песни, «Можете ли вы представить что», в фильме Маппеты группа помогает замаскировать машину Кермита и Фози, окрашивая ее в психоделические цвета радуги. Очень типично для них, но совершенно непонятно для Кермита. Электрический беспредел со своими эксцентричными личностями наверняка понравится детям, но их специфическое настроение свободной любви и рок-музыки скорее будет понятно взрослым. Маппеты никогда не уклонялись от шуток о пестиках и тычинках. Конечно, эти отсылки никогда не были непристойными, и их всегда отпускали только взрослые лягушки, свиньи, цыплята и кем бы то ни был Гонзо. Один из немногих случаев, когда Маппеты открыто говорили об этих вещах, был во вступительной сцене раннего пилотного шоу, которое имело очень многообещающий заголовок – секс и насилие. Плюс был целый эпизод Маппет-шоу с Ракелем Уэлч, который увеличил коэффициент взрослых тем до неузнаваемости. Был танцевальный номер с восьминогим уродцем, интимная сиренада с поразительным медведем Фоззи и дуэт между Уэлч и Пигги о силе женственности. В этом эпизоде даже были некоторые детали личной жизни Кермита и Пигги. – Сегодня у нас есть интернационально рекомендованная актриса, песня, танцевая, и одна из сексиевших женщин в жизни! – Ты получил это каждый вечер, Фрог. Кроме того, один из самых популярных персонажей Маппетов – животное – это ходячее, хрюкающее, барабанящее воплощение личности человека, действующее из-за удовлетворения базовых потребностей без колебаний или угрызений совести. У него есть склонность к восклицанию женщины всякий раз, когда он видит привлекательного представителя противоположного пола и начинает сразу же преследовать их. И кто может забыть Гонзо и его нескончаемое влечение к курицам? По прошествии многих лет кажется, что Гонзо наконец успокоился, и в настоящее время состоит в долгосрочных отношениях с Камиллой. Романтики с клювами явно влюблены друг в друга, хотя некоторые из их сверстников считают их странной парой. – Красная вещь между мужчиной и женщиной, но довольно странно, между вашим колебаном и курицем. Маппеты всегда любили приглашать звезд, но в то время как некоторые камео нацелены на детей, другие были исключительно для взрослых. Это особенно верно, когда дело доходит до классического телешоу Маппет Шоу, где в каждом эпизоде появлялся новый гость. И пускай дети тех времен, безусловно, поймут, кто такой Сильвестр Сталлоне или Марк Хэмилл, вполне вероятно, они были крайне озадачены, увидев, как российский балерун Рудольф Нереев исполняет свиное озеро со свиньей в человеческий рост. Другим неожиданным гостем был Винсент Прайс – классический актер фильмов ужасов, который позволил своей глупости смешаться со зловещей стороной в одном из спецвыпусков на Хэллоуин. В том же духе Маппеты приветствовали шоу рокера Элиса Купера, который, как ни странно, идеально подошел для шоу со своей грандиозной личностью и талантом к театру. Кроме того, Рита Морена, одна из немногих, кто получил Оскар, Эмми, Тони и Грэмми, продемонстрировала свой голос и идеальные театральные паузы в музыкальном противостоянии с животным. Однако, если у детей 70-х годов были проблемы с пониманием, кто эти люди, то современные дети будут совершенно сбиты с толку, посмотрев старые эпизоды. Но абсолютно у каждого ребенка будет одинаково позитивная реакция на любой из подобных классических моментов Маппетов. – Это… было… круто! Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!